Нужно ввести хотя бы частичный локдаун. С таким предложением выступили молдавские экономисты. Они утверждают, что спасение жизни – приоритетнее ущерба для экономики, пусть даже он будет исчисляться миллиардами и скажется на зарплатах и пенсиях. Специалисты убеждены, что государство может найти необходимые средства для частичного субсидирования бюджетников и экономических агентов. Очевидно, что локдаун ударит по экономике, но сейчас в приоритете жизни людей. Государство не должно стесняться одалживать, чтобы внедрять меры для компенсации экономических затрат. Страна может брать кредит на внутреннем рынке до 8 или 10 миллиардов. К тому же есть партнеры по развитию. С другой стороны, экономический эксперт Роман Кирка считает, что карантинные ограничения не приведут к снижению заболеваемости коронавирусом. Зато инвестиционные проекты будут заблокированы. Госбюджет упустит доходы в несколько миллиардов леев и цены вырастут в разы. Сейчас эффект локдауна на полтора месяца будет в 10 раз больше. В настоящее время бюджетный дефицит составляет 14 миллиардов, и я считаю, что он может увеличиться на 50%. Другие специалисты согласны, что потери будут огромными, но считают, что этим можно управлять. Экономист Вячеслав Ионице утверждает, что Молдова может перенести месяц карантинных ограничений. В случае локдауна бюджетные потери составят не менее 500 миллионов леев в неделю. Это не заблокирует всю экономику, но точно все замедлит. Можем выдержать и две недели, и месяц. В четверг на заседании правительства, исполняющий обязанности премьера Аурелию Чукой, объявил, что Молдова не может позволить себе заблокировать экономическую деятельность из-за эпидемии, поскольку такая мера ляжет на госбюджет тяжелым временем. Снизятся поступления для выплаты зарплат, пенсий и пособий.